Суд арестовал пятого подозреваемого в избиении журналистки Татьяны Черновол. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины. О сроках пребывания под стражей ничего не говорится. Напомню, четверо других подозреваемых по делу Татьяны Черновол арестованы на два месяца, вплоть до 23 февраля. Все подробности в материале нашего корреспондента Михаила Колесникова. Он из Непродзержинска, ему 34, работал в частной охране. Это, пожалуй, все, что известно из биографии нового фигуранта «Дело об избиении Татьяны Черновол». Имени задержанного, в отличие от предыдущих подозреваемых, следствие не сообщает. Он приехал до города Киева для покупки автомобиля Porsche Cayenne. За его словами, он безусловно принимал участь в побитии Татьяны Черновол. Сегодня ему выбран запобежный захист в виде держания под вартою. Иномарку сегодняшнему арестованному продавал Сергей Котенко. По словам последнего, во время нападения на Черновол он находился на заднем сидении своего авто. Уверяет, попутчиков было двое. Представились, как Роман и Андрей. Перед покупкой машину решили обкатать. Мы ехали по Испольскому, по Харьковскому шоссе. Они ехали быстро. Говорят, сейчас мы развернемся, едем обратно. Я начал потихонечку машину суретиться. Они, я не знаю, кто кого подрезал, я не знаю, точно был удар в машину справа. Потом неизвестные, рассказал Котенко, остановили машину и вышли, но вскоре вернулись. Вы говорите, что они очень коротко выходили из машины после этого удара. Они просто вышли. Ну, очень коротко, пару секунд. Да. Кажется, за это время можно успеть побить человека? Ну, такие, как они, можно. Они крупные? Да. Я думаю, что максеры с поломанным носом один. Андрей. Для восстановления полной картины произошедшего следствия в ближайшее время планируют допросить всех подозреваемых. Теперь их уже пятеро. Михаил Колесников, подробности, телеканал Интер.